Вот очень простой вопрос. Что подсказывал вам, я имею ввиду всех участников пресс-конференции сегодняшний, ваш внутренний голос, когда вы для себя решали вопрос, стоит ли ехать в Россию на премьеру этого фильма на 26-й московский киносистем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день, с приездом. По-моему, все счастливы, что наконец-то вы на нашей земле. Первый вопрос. Каннский вердикт последний показал снова стремление кинематографа стать больше, чем искусство. Стать опять политикой, повлиять реальную на мировую политику мира. Ваши же картины, свидетельства по-другому, отстаивают точку зрения кинематографа как факта искусства, который больше, чем выше, чем политика. Ваша точка зрения сегодня на этот счет. Что для вас важнее? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кинематограф неизмеримо важнее политики. Для меня даже не представляется возможность сравнивать эти две вещи. Конечно, бывают случаи, когда политика и кино пересекаются, и это очень хорошо. Как вы знаете, я был председателем Каннского жюри и заявляю со всей ответственностью, что фильм не получил бы «Пальмовую ветвь», если бы это не было настоящим кино. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, на меня большое впечатление и воздействие оказало восточное кино Я помню фильмы, которые снимались в Гонконге в 80-90-е годы И те фильмы, которые снимаются сейчас в Японии, Корее, в Японии в частности это Такеши Китана Они меня поражают своим обильным... Не так, как Каши Китана Такаши Мике Такаши Мике Такаши Мике Вот И, короче говоря Вот своим обилием насилия Они производят на меня большое впечатление И я многому-многому научился именно восточном кинематографе То, что критики, которые становились фильмы И люди, которые они любили, получили Это, в основном, вероятность Что, если ты любишь кинематографе То, что ты не можешь помочь, но сделать что-то дорогое Да, действительно Я считаю, что Каждый Молодой человек Или девушка Которые приступают к занятиям кинематографом Должны обращаться к новой волне Должны изучать персонажа этой новой волны И тех людей, которые на эту волну воздействовали Это, конечно, такие люди, как Мельвиль, как Рен Они, как говорится Николас Рей, естественно Они, естественно, воздействуют на сознание молодого кинематографиста И заставляют их выдавать все то лучшее, которое у них есть Если ты хочешь снимать кино Ты должен обращаться к этой волне И ты должен, как бы, пользоваться теми идеями, которые она принесла в мир кино Как известно, моя компания, которая занимается производством фильма, называется Отельная Банда Естественно, название это пришло под воздействием фильма Отельная Банда Гадара Я слушаю дальше, пожалуйста Вы, пожалуйста, на первом ряду, девушка Александр Иванов, журнал «Отведь» Позвольте, во-первых, выразить вам восхищение вашим фильмом «Любить пила» и мистера Крыдаева за великолепную игру Вопрос такой Скажите о ваших отношениях с российским кино И мы знаем вас как мастера великолепных саундтреков Вот нет ли у вас мысли в следующих ваших работах использовать какие-нибудь российские мелодии? Спасибо 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 Ну, вы знаете, что вы видите, как вы видите, я всегда использую странную музыку с другой стороны, как вы видите, как мистер Менго, мистер Менго, мистер Менго как бы, наверное, заветили в своих фильмах, я очень часто использую музыку, причем иногда противопоставляю, нет, не противопоставляю, а как бы, ну, играю вот с изображением и музыкой. Иногда они не совсем соответствуют друг другу, но это сделано нарочито, возможно, вы заметили этот кадр в самурайском саду, там вот этот прием используется. Но надо сказать, я никогда не делаю это специально, у меня большая очень коллекция саундтреков, музыки, и когда я пишу сценарий, я вспоминаю и пытаюсь ставить что-то из своей коллекции. И, естественно, почему нет, если у меня будет больше российской, русской музыки, то, конечно, возможно, я ее использую в дальнейшем. Просто мне надо почаще и побольше общаться с русскими композиторами. Пожалуйста, ваш вопрос. Микрофон. Я приветствую великого мастера, грузинское телевидение. Господин Тарантино, я представляю ту страну, где ваши фильмы пользуются бешеной популярностью, с усиди молодежи, и подстать события в Грузии напоминают сценарий из ваших фильмов. Не хотели бы вы прибыть в такую эзотическую страну, как Грузия, и набраться новых идей для своих боевиков? Спасибо. Я говорю с моим национальным статусом, это Георгия. И они полны в Георгии, и что происходит в Георгии сейчас, напоминает меня много ваших фильмов. Они любят приехать в Георгии и получать какие-то идеи. Вы приглашаете меня? Приглашаете? Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Я не смогу поехать на этот георгий, но я обязательно держу его в голове. Но, к сожалению, не в этом свой приезд, но я буду об этом помнить, и большое спасибо, возможно, воспользуюсь вашим приглашением. У меня два вопроса. Первый вопрос о новой волне, французской. Видел ли господин Наральти на фильме «Читатели Гертолуча» и как он к нему относится? И второй вопрос. Как вам кажется самому? Вы изменили за те 10 лет, которые прошли между тем, как вы получали «Золотую пальму» и как вы вручили ее Майкл Мору? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Я, к сожалению, не знаю. Я еще не видел фильма «Мечтатели Бертолуччи», поскольку как раз когда фильм вышел, я заканчивал монтировать свою картину. Что касается второго вопроса, то, безусловно, очень многое за это время произошло. Я прошел путь от признания, когда мне вручили пальмовую ведь, до того момента, как вы правильно сказали, я уже сам вручал эту пальмовую ведь. И бывают моменты в жизни, когда рассматриваешь свое прошлое, себя под микроскопом. Или, наоборот, останавливаешься и думаешь, ну вот как же я дошел до жизни такое, что привело меня в ту точку, в которой я нахожусь. И, конечно, быть в Каннах, учитывая, что я человек, живущий миром кино, учитывая, что я люблю смотреть кино, и вот быть представителем жюри, смотреть все эти фильмы, для меня было, конечно, огромным событием, которые заставили меня несколько иначе взглянуть на все то, что было до этого. Я имею в виду, что происходит с директорами, когда они готовы делать новые фильмы, если это сам Фулер или Джулс Дассен, они приходят на филом фестивале, когда они становятся элдер-статсмены. Ну и бывает такой период в жизни режиссера, когда уже то ли не хочешь, то ли не можешь снимать кино, и вот тогда ты погружаешься в этот фестивальный мир, входишь в жюри, ездишь по всем фестивалям, раздаешь награды, смотришь фильмы. Общаешься с молодыми кинематографистами. Ну что же, это не такой плохой способ закончить свою кинокарьеру. Становишься таким послом кино по всему свету. Я хотел бы задать вопрос Дэвиду Карадайну. Я встречал ваше интервью в прессе, в котором вы говорили о том, что роль в фильме «Убить Билла», точнее «Убить Билла 2» во второй части, стала одной из самых важных в вашей актерской биографии. Как бы вы могли это прокомментировать. Я встречал в этом немецком, и вы говорили, что ваша поддержка в втором части «Убить Билла» была, наверное, более важная в вашей актерской биографии. Что вы думаете о этой роли? Что это дало, и что вы дали его? Ну, да, это... Ну, да, это... Но не просто «Убить Билла». Но, да, ну, кто так? Да, это... Это... Это реально для тебя, это... Это реально для тебя, я знаю, по-моему, что вы делали эту роль в «Каррер». Я не понимаю, что это слово. Я не работаю для меня, я играю для меня. И это просто не только fun. И, вы знаете, я надеюсь, что фильмы вы сделаете, или что-то, я думаю, что вы получаете еще один фильм. И я думаю, что это карьер. В остальном, люди говорят, что ты должен делать это, или ты должен делать это. Вы не должны не терять хорошие вещи, потому что они не платят. Я не могу даже развернуть ничего. Я не просто уже не смогу. Если кто-то мне offers меня, я буду это. И это был успех, я думаю, что я не могу сделать это. Я смогу работать с Куэнтом. И, вы знаете, быть, да, действительно, это была удивительная роль, это вообще была роль, которую видели много-много людей, обычно я снимался фильмы, которые сразу уходили на видео, и никто их на большом экране и не видел. Да, безусловно, роль в фильме Квентина Тарантино была большим даром судьбы. Я вообще не отказывался никогда сниматься, что, что мне предлагали, я делал. Я ненавижу слово «карьера», я никогда не работал ради карьеры, вообще не понимаю, что это такое. Я играю в фильме, стараюсь играть как можно лучше, чтобы меня пригласили на следующий фильм. Я не работаю ради того, чтобы заработать на жизнь. Я играю для того, чтобы жить. Еще раз повторю, что картина была удивительным подарком судьбы для меня, и я мог бы поговорить об этом вечно, но думаю, нам надо перейти к другим вопросам. Пожалуйста, Виктор Материн давно тянет руку. Господин Тарантино, почему тема насилия для вас так важна в кино? Почему вы вообще считаете, что кино не может обходиться без насилия? И можем ли в третьих мы рассчитывать на то, что мы видим ваш фильм, где не будет крови и насилия? Или это невозможно для вас в принципе? Женый фильм Материн Материн Я снимаю жанровое кино, а насилие — это часть жанрового кино. Действие. Я люблю действие, я люблю насилие. И вообще я считаю, что Том Эдисон изобрел камеру для того, что снимать две вещи — поцелуи и убийства, любовь и смерть. Вот это я и делаю, и ничего плохого в этом не вижу. Я просто думаю, что там несколько фильмов, которые изображение оружия не сделает это немного интересным. Вообще я считаю, что когда в фильме появляется оружие, это делает фильм более захватывающим и интересным. Литературная газета, пожалуйста. Нам сказали вчера, что господин Тарантино хотел посетить музей кино, увидеть там костюмы для фильма Сергея Эденштейна, и что он собирается посетить могилу Борис Пастернахо. Вопрос такой. Не могли бы рассказать о своих отношениях с русской литературой, почему именно Пастернахо и, естественно, в отношении к культуре кино? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 или жанре, или страны, вы получаете на кик. И после того, как вы получаете на кик, вы хотите увидеть русские фильмы. И я официально на кик сейчас. Вы же не все книги читали, не все смотрели. И вот как бывает, когда ты знакомишься с национальным линкемиотографом или с каким-то жанром, ты получаешь вот такой посыл, желание пересмотреть заново или посмотреть новое кино, которое ты раньше не видел. И вот я сейчас, как говорится, вот на таком посыле, на таком, так сказать, толчке, и я держу его в себе, чтобы приехать и окунуться просто в российское кино. One more thing about that though. It's the fact that it's one thing to see something on videotape, or it's another thing to see something in a museum, but to actually be in a room where you're like right next to the actual costumes for Ivin the Terrible. You're right next to the original drawings for this film or that film, or you're right next to Eisenstein's camera and everything. И это решает, чтобы снять это от музея и поставить это в твою душу. Я чувствую, что есть еще более связь между русским кино и я, но я не могу ждать, чтобы обеспечить эту связь. Такое впечатление, что снимаешь эти экспонаты с музейных стен и помещаешь их в свое сердце. Они там остаются, их уносишь с собой. Вот такое чувство я испытал посетив музей-кино. Это т MOMУ. There's no statues of poets in America. There's not even statues of poets in England. There's no Keynes statue in England. There's no Tennyson statue in England. А ты ещеår кеме на панс 해�аться. что касается Пастернака, я сейчас скажу слова, которые не для того произношу, чтобы вам польстить, но редко какая страна может похвастаться таким вкладом в мировую литературу, вообще в печатное слово, как Россия. И хотя я очень мало пробыл в Москве и немного совсем видел, но меня поразило, как мне говорят, вот эта статуя огромная такого поэта, эта статуя Достоевского, эта статуя кого-то еще, это меня поразило, в Америке нет статуи поэтом, в Англии нет статуи поэтом, нет памятников Китца или Теннисона, а здесь у вас есть, и я собираюсь поехать действительно на могилу Пастернака, и как мне сказали, там вообще большое кладбище, и недалеко там есть еще какие-то знакомые и незнакомые мне имена, и в общем я надеюсь встретить призраков вот этих великих людей и поговорить с ними. Пожалуйста.